Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Наконец-то инвесторы дождались хороших новостей для себя, что отразилось позитивом на финансовых рынках. Ряд макроэкономических данных из Соединенных Штатов убедил трейдеров в том, что ФРС все же замедлит темп ужесточения денежно-кредитной политики. Заработная плата в США растет не так быстро, как ожидали аналитики, а значит, угроза ускорения потребительской инфляции устраняется, и монетарные власти могут переключить внимание на меры поддержки американской экономики, что позитивно для фондового рынка США и способствует закрытию сделок по доллару. О результатах торгов на прошлой неделе поговорим далее. Так, ожидание снижения темпа повышения процентной ставки Федеральной резервной системы ослабило позиции доллара США. А котировка индекса доллара, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине из шести других мировых валют, завершила первую в этом году торговую пятидневку практически на тех же уровнях, где 2023 год начался у отметки 104 пункта. Доллару не удалось удержать импульс роста, ведь еще в четверг индекс был у месячного максимума. Но данные от Минтруда стали причиной резкого обвала котировки сразу на 160 пунктов вниз. А графику пары евро-доллар удалось развернуться и прорваться к уровню 1,0650. Кроме ожиданий по решению поставки ФРС на настроение евротрейдеров, повлияли и данные по инфляции стран еврозоны. Индекс потребительских цен зафиксировал ослабление давления, прирост цен на минимальном уровне за последние четыре месяца. Но значение по-прежнему очень высокое и вряд ли изменит монетарный курс Европейского Центрального Банка. Скорее всего, регулятор продолжит повышать ставку прежним темпом. Британскому фунту также удалось вернуться в прежний торговый диапазон между отметками 1,20 и 1,21, хотя представители Банка Англии высказывали намерение о готовности завершить цикл ужесточения, учитывая неизбежность рецессии в британской экономике. Кроме того, более теплая погода в Европе привела к тому, что контракты на природный газ в Великобритании зависли на самом низком уровне с июня, что значительно смягчило инфляционные ожидания. Иена продолжает восстанавливаться и в течение прошлой недели оставалась вблизи 7-месячного максимума, вблизи уровня 132 иены за доллар. На рынке сохраняются спекуляции на тему того, что Банк Японии может вскоре отказаться от ультрамягкой политики после того, как было принято решение о повышении верхнего предела допустимой ставки по доходностям 10-летних гособлигаций с 0,25% до 0,50%. Повышенный интерес инвесторов сфокусированы на золоте. Котировки выросли до уровня 1870 долларов за тройскую унцию. Скорее всего, свежая информация по американскому рынку повлияет на спрос на гособлигации США и лишь на руку драгоценному металлу. Так что вполне вероятно, золото продолжит дорожать. При этом котировка на нефть марки Brent не смогла воспользоваться моментом слабости доллара и осталась под давлением. Итог прошлой торговой недели отрицательный – снижение цены на 9% к уровню в 78 долларов за баррель. Сказывается угроза глобальной рецессии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае крупнейшими импортерами нефти. Даже в Индии ожидают замедления экономического роста в условиях отсутствия признаков восстановления спроса после начала пандемии. Таковы основные тренды минувшей недели. А какой окажется нынешняя неделя и какие события будут оказывать влияние на котировки, вы, как всегда, узнаете из наших ежедневных выпусках новостей. Не пропускайте также наш еженедельный отчет по фондовым рынкам, который выйдет завтра. Подписывайтесь на наш канал и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok